Данное видеопособие подготовлено Институтом пчеловодства в городе Кирхайн, Германия. Контроль степени заражения клещом в ОРО при помощи сахарной пудры. Чтобы пчелиные семьи были отправлены в зиму в здоровом состоянии, как правило, требуется эффективная обработка от клеща. Контроль степени заражения клещом при помощи сахарной пудры является очень хорошим способом для того, чтобы установить, имела ли ранее проведенная обработка ожидаемый результат и для того, чтобы обоснованно отказаться от дальнейших обработок. Важным условием для успешного контроля степени заражения является сухая погода и полностью шухие инструменты. Во время отбора проб применяемые инструменты не должны ополаскиваться водой. Для контроля степени заражения клещом нам понадобятся следующие инструменты и материалы. Полиэтиленовая пленка. Стаканчик емкостью 100-120 мл, например, стаканчик для отбора анализа мочи. Минимум 750 мл емкость для встряхивания пчел с крышкой и решетчиком дном. На каждую пчелиную семью 35 грамм сахарной пудры, которая в свою очередь должна быть сухой, и мелкого помола. Для оценки степени заражения нам понадобится сито с мелкими ячейками. Светлое ведерко, к которому сито подходит по размеру. Обыкновенная лупа, при необходимости. И, возможно, светлая подкладка, например, крышка от пластикового ведерка или лист бумаги. Из верхнего корпуса улья в боковой его части берем хорошо обсиженную пчелами рамку без расплода. Пчелы встряхиваются на пленку, затем пленка перегибается пополам так, чтобы пчелы не могли с нее взлететь. Пленка поднимается и встряхивается, чтобы все пчелы оказались внизу. Теперь пчел можно легко пересыпать в стаканчик. Стаканчик должен быть полностью наполнен пчелами, чтобы внутри оказалось не менее 50 грамм пчел. Пчелы сразу же должны быть пересыпаны в емкость для встряхивания, после чего емкость тщательно закрывается. В этот момент можно проконтролировать, достаточно ли масса пчел оказалась в емкости и при необходимости добавить в нее пчел. Затем при помощи небольшого стаканчика сахарная пудра засыпается сквозь решетку в емкость с пчелами. Аккуратно встряхивая, равномерно распределите сахарную пудру на всех пчел. Емкость отставляется в сторону решеткой вверх. Пчелы должны оставаться в емкости для встряхивания на протяжении 3 минут. Время от времени пчел в емкости необходимо аккуратно встряхивать, равномерно осыпая сахарной пудрой. По прошествии 3 минут емкость с пчелами над ситом переворачивается решеткой вниз и в течение 1 минуты интенсивно вытряхивается. Сначала осыпается сахарная пудра, затем происходит осыпь клеща. После завершения встряхивания пчелы возвращаются в пчелиную семью. Осыпанные сахарной пудрой пчелы очищаются другими пчелами. Сахарная пудра просеивается, клещи остаются на поверхности сида и их можно сосчитать. Если клещей тяжело отыскать среди комочков сахарной пудры, содержимое сида можно высыпать на светлую поверхность. После этого клещи могут быть легко отделены от сахарной пудры. Оценка результатов теста производится в соответствии с таблицей заклещованности. Если из пробы в количестве 50 грамм пчел выпало более чем 25 клещей, требуется незамедлительно провести быстродействующую обработку, например, с применением муравьиной кислоты. Если проба покажет менее 5 клещей в июле, либо менее 10 клещей в августе, либо не более 15 клещей в сентябре, это означает, что в настоящий момент данной пчелиной семье клещ не угрожает. Обработка клеща в ОРОА скорее всего не требуется, но требуется систематическое проведение контроля степени заражения клещом пчелиной семьи. Если количество выпавших клещей находится в диапазоне соответственно от 5 в июле, от 10 в августе и от 15 до 25 клещей в сентябре, в ближайшее время необходимо провести обработку от клеща. Контроль степени зараженности клещом должен повторяться систематически каждые 3 недели до момента завершения лета пчел. Если же была проведена обработка против клеща, достоверные результаты о заклещованности с помощью данного теста можно получить только по истечении 2 недель с момента такой обработки. Контроль степени заражения клещом при помощи сахарной пудры. Проект Европейского Союза. Создание интегрированной системы мониторинга за состоянием пчелосемей. Идея и ее реализация. Вера Покер и доктор Гиффион Бурнемандштубе. Монтаж фильма. Херальд Вент. Институт пчеловодства города Кирхайн, Германия. Данное видео на русский язык переведено и опубликовано на канале А2Апис с любезного согласия Института пчеловодства города Кирхайн, Германия.